Достойная оплата труда педагогов, доступная среда и равные возможности для развития детей – такие вопросы волнуют сегодня жителей края. Об этом они спросили главу региона Дмитрия Демешина во время прямого эфира в социальных сетях. Напомним, что онлайн-трансляцию просмотрели в общей сложности более 10 тысяч человек. Главе региона поступило более 4 тысяч вопросов. Один из этих вопросов касался общежития образовательного центра «Сириус-27», а точнее его отсутствие. Жительница края Екатерина отметила, что дети из удаленных от краевой столицы сел тоже хотят стать участниками специальных образовательных программ, учиться у лучших педагогов и работать в высокотехнологичных лабораториях. Абсолютно справедливо, качественное образование должно быть и будет доступным для всех детей в Хабаровском крае. Поэтому за счет президентской единой субсидии, которая выделена Минвостокразвития России, в этом году будет начат ремонт здания по адресу переулок Албанский, 3А. Таким образом, уже в следующем году у «Сириуса-27» появится собственное общежитие на 100 мест, сказал Дмитрий Демешин. Во время прямого эфира поступило несколько вопросов о заработной плате педагогов. Так, жительница края Марина отметила, что в сфере образования люди работают по призванию, поэтому хочется, чтобы они жили, а не выживали. «Я на этот счет разговаривал с федеральным министром, абсолютно убежден, что требуется изменение федерального законодательства. Труд учителя, воспитателя – это важнейший труд. Они же формируют сознание наших детей. И с воспитателями, и учителями дети проводят, пожалуй, больше времени, чем с нами, с родителями. Безусловно, заработная плата педагогов должна быть достойной. С 1 января педагогам был увеличен оклад на 14,7%. Я считаю, что этого недостаточно. Поэтому с 1 сентября поручено повысить должностные оклады всем педагогическим работникам и краевых и муниципальных учреждений. Еще на 6% мы поднимем, отметил глава региона. Еще один вопрос задала Светлана Немировская. Она сообщила, что воспитанники детского сада номер 156 города Хабаровска не могут пройти в образовательное учреждение после дождей и попросила принять меры, так как там обучаются дети с инвалидностью по зрению. Стыдно за тех чиновников, которые не видят очевидного у себя под ногами. Я поручение дам решить этот вопрос. Из своих резервных фондов дам средства и возьму на личный контроль устранения, сказал Демешин.